Человек на момент запуска, ребят, вот просто не поверите, я реально нереально рад просто, что такое огромное количество. И, конечно, все понимают, что все пришли больше посмотреть на игру Дреда, чем послушать мои комментарии, но всё же, запускаем. Это у нас Yard Orange Festival, команды Power Rangers против команды Relax. Попробую я сейчас... Так, стоп, звук дотки. Чтобы было что. Так, ну и команда Power Rangers, это FNG-шка, чешевский код, Moon, J4 и ZXC. Команда Relax, you're doing fine, они же RX, они же ребята, Дреды, Taxi, Дред, Шачла, TinMyWild и Nexus. Ну, TinMyWild, это, кто не знает, это crazy. И поехали, первый бан у нас от команды Power Rangers, это Лич. Команда Relax банит Абаддона. Так, воу-воу-воу. Спасибо, там, кто пишет, типа, стримеру большой плюс за позитивные 30 минут. Не за что, ребят, всё для вас, всё для зрителей. И Power Rangers банят у нас товарища Клюцверка. Клюцверк не будет у нас угрожать ключом команде Дреда. И ждём, 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 ждём. Как обычно, ждём, пока команды напикают, набанят. Так что пока успокойтесь, ребята, и ожидайте, когда команды напикают. Поехали. Второй бан у нас от команды Relax, это Пугна, так что сосать команда Power Rangers теперь тоже не сможет. И Crystal Maiden для PR-ов. И сразу два пика для команды Relax. Что же они возьмут? Дилей для стрима. Ребят, две минутки. Стример случайно не лода. Нет, я не лода. Так, и визаж Алхимик, в принципе, понятно, что это визаж для товарища Дреда. Писал он даже у себя в паблике маленький гайд на то, как нужно играть визажом. Ты плюёшь и сажаешь птичек, плюёшь и сажаешь птичек. Так, тем временем Power Rangers забирают у нас ТЦ. Outworld Destroyer отходит у нас в бан от команды Power Rangers. Потише микро. Сейчас, ребятки, нарулю. Вот так вот. Что у меня с голосом? Всё нормально. Потише микро. Спасибо. Всё, ребят. Ну, я буду стараться сворачиваться как можно почаще, чтобы, ну, чтобы и от игры не отвлекаться, и почитать ваши комментарии, которые, надеюсь, будут адекватными, будет поменьше кораблей. Я там уже за корабли тайминговые банщики на 600 секунд выписал. Лайфстилер отходит у нас в бан. И, кстати, Bristol Box, зелёный бок, тоже отправляется в бан от команды Relax. Ждём мы последний бан этой команды второй стадии. Кто стримит, ребят, для тех, кто хочет узнать, кто стримит, вот я, короче, вам включу текст. Можете, ну, буквально на пик только, можете зайти, вот это мой паблик, лично мой, можете зайти туда подписаться. У меня есть свой каналчик, я там скоро, после того, как сдам, надеюсь, курсовую, буду стримить свои пабчики. Ну, и также чимпы какие-нибудь другие, кроме как Orange. И Краба, кстати, у нас залетает также в бан от команды Relax. Так, звук на минимум. Звук на минимум. Ладно, сделаю её вот так вот тогда в 50%. Вижу я через программочку OBS, что Шреддера для Крейзи взяли у нас в МИД, скорее всего. Мирана также у нас появляется в пике. В последнее время, кстати, очень модно стало пикать в фармящую Мирану. Не знаю, с чем это связано. И да, кстати, по поводу Мираны, ребят, такая темка. У нас, короче, внизу вот под стримчиком, где-то там внизу есть ссылочка на ВКонтакт. И, ну, на группу ВКонтакте. И вот в ней вы можете, ну, подписаться на неё, во-первых, для того, чтобы дальше наблюдать за данным турниром. Можете там же в Дотке найти, кстати, билетики на Дота ТВ. Кстати, можно, давайте посмотрим, сколько народу смотрит эту игру в Дота ТВ. Ещё 73 человека смотрят её в Дота ТВ. Так что вы можете купить билетик и, допустим, за какое-нибудь там двойное убийство Дреда получить прикольную шмоточку. У меня уже таких шмоточек, пара штучек есть. Правда, не из Дреда, а с команды ScreenSquad. И вот, и там у нас в паблике также проходит розыгрыш трёх сетов на Мирану. И разыграны они будут по достижению тысячи подписчиков. Так что в ваших же интересах, если вы хотите выиграть сетик, зайти, подписаться. В принципе, я думаю, вам эта инфа будет интересна. Не в обиду, но ты очень плохой парень, как комментатор. Чувак, я в принципе ещё даже не начинал ничего комментировать. Так что без обид. Мне на твой комментарий пофигу. Вот, так. Всё, отключил я текст. Можете подписаться, ребят, и на мой пабличек, и на пабличек нашего фестиваля. Выиграть крутые шмоточки. Там же ещё и проходит розыгрыш на варт, на крутой, на новый. Вивер, 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 скорее всего для Нексуса берёт у нас Кси. И остаётся последний пик для команды Power Rangers во второй стадии. И вот, ждём, что же пикнет ФНГшка у нас берёт Вена Мансера. Сразу, кстати, быстро последние баны проходят от обоих команд. Даже глазом моргнуть не успел. Это товарищ Цветок и товарищ Тормспирит. Огорчаются, что не попадают они в сегодняшние пики. Не увидят они сегодняшней офигительной зарубы. Курсовая, ребят, на тему РЛЦ цепей, там, СТКУ, если кто знает, такой предмет схемотехника электронных устройств. Поэтому... Тимберсоу для Шачла. Может быть и для Шачла. Никто не спорит. Адмирал Кунка, да. Вот теперь, скорее всего, понятно, что действительно Тимберсоу будет у нас для Шачла. А на Кунке пойдёт у нас Крэйзи в мид. Так, ну и остаётся последний пик для Power Rangers. Да-да-да, спасибо товарищу БББДРА. Извини, что если неправильно прочитал. В ДОТА ТВ, ребят, простите, пожалуйста. Я буквально вчера просто катал паблички и выключил под микрофон. Так что сейчас я всё пофикшу. И вот, бонусное время пошло для команды Power Rangers на последний пик. Что же это будет? Как они смотрят в ДОТА ТВ? Сколько стоит билет? Ребят, билетик стоит всего символических 32 рубля. Я думаю, это не так уж и много. Сэкономить там на полпачки сигарет. Не знаю, на баночке пива или на завтраке в школе. Для кого как. Ну или на литре бензина, как для меня. Ну мне он достался по праву комментирования. Поэтому я за него ничего не платил. Но на самом деле, если бы я знал, что будут такие зарубы команд из старсерии, как в Релакс и Power Rangers, то непременно бы всё равно взял себе билетик. Потому что турнир достаточно интересный. И фишка даже не в том, что играют такие именитые команды. Сколько в том, что был отборочные квалификации. И четыре команды из этих квалификаций. Там в частности команда Клифф, по-моему. Команда Screen Squad. Лёха ТОП-1. И ещё одна какая-то команда, к сожалению, запамятовал. Проходят вот в эту битву с Титанами СНГшной Доты. И между тем, 10 секунд остаётся у ФНГшки для последнего пика. Надеюсь, он не ушёл платить таксисту или не ушёл в туалет. Потому что будет не очень приятно. Нет, всё-таки Инвокер. Вот это прикол. Так, ну и разбирают пока у нас команды себе героев. Да, как я и говорил, что нет. Вы представляете, я ошибся. Дредд не будет играть на... Визаже. Это что-то новое. Дредд и не играет на Визаже. На Визаже у нас будет играть Кси. Дредд у нас будет играть на Алхимике. Крэйзи пойдёт кунгой в мид. Нексус берёт у нас Вивера. И Шачла забирает своего любимого Шреддера. Джейфо у нас играет на ЦМ-очке. ФНГшка на Элдер Титане. Мун на Патме. И в харду идёт Чеширский код на Виномансере. Воу-воу-воу. И Зэксце у нас идёт на... Инвокере в мид, пишут мне. Пишут мне тут в скайп. И я так понимаю, ребята решили обменяться триплами в харду. Потому что и здесь вот три парнишки стоят. ФНГшка, Мун и Джейфо. И здесь Дредд, Кси и Нексус тоже пошли в харду. Перемайндгеймс немножко какие-то. Слишком-слишком тут передумали обе команды. ФНГшка, кстати, перемещается вниз. Будет ли это свап сторонами? Не знаю. Так, что, кстати, у нас тут? Грейзи у нас имеет одну запуленную там танго. Шачла тут сам закупился. Нексуса тоже... Нет, Нексуса тоже не запулили. А кто тогда запулил у нас? Нексус забирает реген. Ещё по спине я клацнул ФНГшки. Дредд сейчас взорвётся. У Дредда там пригорело немножко от того, что он промазал станчиком. Так, ну и поехали. Первая игра, Бестов 3. И тут очень крутой курьер узбагаивает от КСИ. Это лама крутая. Здесь бобёр на... На чём он там на бревне ездит. Так, открываю я сразу крипстатики и поехали. Так, Дредд тут опять заряжает. И опять, скорее всего, да, сам он взрывается. Извиняюсь, ребят, что пришлось альтабнуться ещё один раз. Больше этого не повториться. Ставится тут Сентрик Дредда. Разбивается Вард, который поставил тут ФНГшка. И ФНГшка... Нет, они вдвоём тут, кстати, с Чеширским Котом будут стоять. Поняла команда Power Rangers, что Шачла будет стоять один. И ЦМка тут пытается по спине Шачла надавать. Но у него есть первый реактив армора. Ему, в принципе, на эту ЦМку там с дамагом в 44 всё равно. А вот ЦМка тут наполучала по спине от вот этих... Кто они там? Кобальты или не знаю. С ядом с этим. По крипстатику видим, что Мирана тут вообще спокойно фрифармит. Семь крипов у неё, пять крипов у Вивера. А ТЦ ушёл просто-просто бить нейтральщиков. Или вот это Кобальты? Да, вот это Кобальты, а то, значит, какие-то... Кто они вообще? Хоу, ассалфи. Какие-то волки. Ну ладно, не суть, короче. У меня просто английская дота. И перевод не всех нейтральных крипов я запомнил. Дредд, кстати, куда делся Дредд? Дредд идёт у нас на мид. Тут я слышал звук коллснепа. Дредд, кстати, в смоках приходит на ЗХЦ. ЗХЦ получает стан. Получает он торрент. По спине его хлопает очень хорошо Крейзи. И ещё одна тычка, но ЗХЦ успевает от Хилиса с фласки. И вот сейчас Крейзи отъедет. Да, Джейфо забирает Ферст Блад. Вроде как бы всё очень удачно должно было начинаться для команды Релакс. Но тут ЗХЦ просто замансил в этом леске. Успел отпиться фласочкой. Не убил его Крейзи, к сожалению. И сейчас Крейзи ещё и промазывает торрентом. Там внизу тоже какая-то уже заруба. Тут ФНГшка по спине очень-очень больно нахлапывает Кси. Тут же ставится Сентрик против Нексуса. И Кси скорее всего... Нет, почему-то ФНГшка не стал догонять. Хотя мог бы... Ой-ой-ой-ой. Вот Нексус здесь сейчас тоже может очень сильно подстрять. Кси тоже очень рискует. У него очень мало ХП. Прилетает Дредд. Дредд первого уровня. В то время как ребята здесь второго. Дредд пытается разбить ворды. ЦМ-ка тут, кстати, оставила свои иллюзии, чтобы полить что-то непонятно что. И между тем, кстати, Крейзи выигрывает у нас на 4 крипа и 2 за динайных у ЗХЦ мид. Хотя... А, нет. ЗХЦ был у нас в 3 кваса у него вкачано. Так. Что ещё бы вам такое сказать? Тут, кстати, вард. Вот такой вот, да, вард, который есть у Кси, мы разыгрываем тоже в пабличке, ребят. Так что заходите, подписывайтесь. И будет вам счастье. Очень много розыгрышей будет. Поэтому это же в ваших же интересах. Так, Шачла тут пытается заработать. Есть у него уже 11 крипов. Мирана, кстати, пока... Ну, потому что Мум стоял вообще на фрифарме. Тут ЦМ-ка гоняла Шачла. И буквально на 6 крипов всего он обгоняет Нексуса, который стоит в харде. И там ещё пытаются драться и с Веномастером, и с ФНГшкой. А Чижирский кот тут просто такую баррикаду You Shall Not Pass выстраивает. Вообще не качал он гель. Вкачал пассивочку на 2. Варды тоже на 2. И крипы тут просто вообще... Вот они вот эту баррикаду пройти вообще не могут. Если могут, то напарываются на самого Чижирского кота. И тут же моментально умирают. Боттл, кстати, прилетал Нексусу Ли. Ну, не знаю, в общем. Кому-то прилетел там Боттл. Он отпился. И вот оставили очень грамотно. Один заряд в Боттле. Давайте посмотрим по графикам. Пауэрренджерс выигрывает 750 экспы. Пятихаточку голды. И... Фэйзы появляются умираны. А ЦМка тут от кого-то наполучала. Шачла, видимо, разозлился. И решил надавать ЦМке лещей таких смачных. Блин, какой смачный курьер на шариках. Элдер Титан тут, кстати, ещё иллюзией свои делает. Боттл, ФНГшка, просто вообще монстр. А, нет ли он просто... Нет, я думал он запулит, но чё-то не посмотрел на тайминг. Он просто кинул сюда своего Астрал Спирита. Нексус, кстати, тем временем уже почти догоняет Муна. Очень близко он подобрался. У Нексуса уже есть 1300. У меня тут почему-то дисконнектится постоянно один чувак. Непонятно, кто это вообще. И всё, кстати, не так уж радужно у Шачла. Прилетел ему ботинок. Сейчас он пойдёт, скорее всего, за Арканами. Тут Дредд, кстати, получил наконец-таки второй. Есть у него ворды, есть у него ботинок. Но проблемка в том, что тут на Крейзи у нас выходит ЦМочка. И даже непонятно, кто сейчас кого будет забирать. Дредд уже накручивает. Запускается корабль. Корабль, правда, очень вообще, по-моему, не в ту сторону куда-то был. Ну, там скорее корабль был даже не продамажить, а сколько убежать. И Шашла приходит помогать Нексусу. Непонятно, правда, зачем. Или они меняются с Кси-лайнами. Странно. Или Кси тоже пошёл помогать Дредду убивать. Тут пустой ботл. Да, вот, юзается смок от Дредда. Кси с Дреддом вот рисует уже такую вот загигуленку, чтобы обходить. И будет опять попытка убить за XC. Один фраг у нас всего. Как кто-то говорил, там будет опять три игры по 40 минут. Но тут опять выход на Крейзи. И Крейзи, скорее всего, да, второй раз тут отъедет. Я-то не знаю, есть ли теперь смысл саппортом команды Релакс показываться. Я так думаю, смысла уже нет. Дредд начинает накручивать, но фишка в том... Нет, это его же Вард стоит. Очень хорошо. Ой, Кси, зачем же ты плюнул в этого Форд Спирита? Кстати, ФНГшка на мид уже подтянулся. И пытается продамажить Кси, но это не очень получается. Нексус перешёл у нас с ваплайнами. И произошёл, он купил себе колечко. Сейчас будет стоять против Патмы и ЦМки. Ну, вот тут ЦМка уже, кстати, имеет четвёртый уровень. Есть у неё Аура на два. Ставятся Сентрики. Нексус сейчас может... Да, вот. Нексус приехал. Не ожидал он, что придёт ЦМка с Сентриками. И езнул он буквально Шикуча. Но ЦМка по Сентрикам его очень хорошо поймала в колбу. И Нексус уже там никуда не ушёл. Кси, кстати, появляется шестой уровень. Есть у него уже Фамильяры. Это очень хорошо. Теперь Кси будет сажать плевать по гайду Дреда. Элдер Титан забирает Хосту. И сейчас будет по спине очень больно хлопать Дреду. Но Крейзи тут хорошо поднимает ФНГшку на Торрент. И ФНГшка ретируется у нас. Шачла, кстати, одного оставили у нас против... Стоять против Квиномансера. Не очень приятно ему здесь. Потому что все его скиллы на вот эти ворды не действуют. А вот ворды на Шачла, к сожалению, действуют. Так, что-то летит там у нас для Кси. Ботинок прилетел Кси просто. Стрела в крипа у нас от Муна. И опять вот это какое-то новое вейни. Инвокеры с Мидасами. И, кстати, за Иксц теперь начинает больше уходить в Экзорд. У Чеширского Кота тут тоже рецепт на Мидас. Боже мой, все собирают Мидасы. Команда Релакс. Будет ли тоже кто-то там собирать Мидасы, еще пока непонятно. Но... Нексус, возможно, возможно. Он 1300, он ничего не покупает. Возможно, тоже это будет Мидас. И тут Кси, кстати, заходит в спину. Старфол уже проюзал Мун, так что Старфола не будет. Дредд опять выходит в Мид. У него уже четвертый уровень. Заряжает он станчик. И ФНГ-шка получает по голове. Но тут юзается ульт под мы. Заезжает корабль в ФНГ-шку Торрент. ФНГ-шку просто со скиллов забирает Крэйзи. И за Экссэ тут вряд ли ему чем-то мог помочь. А тут Нексус... Нексус 1500 уже имеет. Что там у нас? Ну, пока по Нетворсу все-таки три топовых игрока. Это у нас Мун, за Экссэй, Чеширский Кот. Который опоздал из-за зеленоглазого такси. По графикам команда Пэр уже выигрывает в районе 2000. По Экспе тоже где-то так же. Мидас появляется уже на 10-й минуте у Чеширского Кота. Уже успел он его проезжать. У Шачла есть колечко на Реген. Майкует тут, кстати, на него. Гелем попадает Чеширский Кот. Гель, правда, первого уровня. Но 2000 успел дать. Еще и Вард плюнул. И... Нет, все-таки вот этот реактив Армор даже на единичку. Дает лютый ХП Реген. Так, и тут попытка опять выхода на Нексус. А Нексус уже произвел таймлапс. Тут у нас Джейфо, ФНГшка и Мун. Мун, я так понимаю, собирается покупать себе барабашки. Тут же у нас заходит Дредд. Но Дредд опять его видели. Потому что вот тут вот стоит Вард Джейфо. И Дредд опять взрывается. Кси просто улетает. И Нексус, Нексус фармит дальше. Блин, на самом деле я боюсь даже сейчас альтабаться. Потому что... Там, наверное, столько пропущенных сообщений. От вас. Ну, вернее, не сообщений. А в чатике вы очень много чего написали. Так что на все я не успел ответить. Наверное, в перерыве между играми, я думаю, там будет 2-3 минутная пауза. И я попробую поотвечать на ваши вопросики там какие-то, если у вас будут. Ну, Шачила тут очень неприятно стоится. Тут вот этот Чеширский кот просто с макшенными этими змейками. С макшенным Пойзен Стингом. Без ульты вообще. Там очень-очень много дамаги. На топе тут опять пытаются выйти на Нексуса. Нексус опять уже провязал таймлапс. И это не очень хорошо. Но есть уже 2135 голды у Нексуса. Шадоу Тейк вас связает у нас под МА. И вот сейчас, на самом деле, у команды Релакс могут быть огромные проблемы. Потому что не видели этого мува. Хотя тут стоит вард... Нет, наверное, видели все-таки, что ушли. Тут также... Блин, почему я не могу этот вард... Нет, это вард J4. Чеширский кот просто очень сильно напрягает тут шачла. Шачла пытаются что-то сделать. И можно посмотреть по... Так, нет, это байбеки. Нетворс. Вот уровни. Видно, что инвокер за счет своего Медаса, стоя в лесу и там подфармливая на лане, уже имеет почти форс став. Имеет он 11 уровень. Самый большой уровень на карте. Потом идут Чеширский кот и Мун. Мирана, кстати, у нас... И вот буквально на последний хит я попадаю у того, как Мун убивает у нас Вивера. Просто там был лип. Стрела, видимо, очень хорошая. И появляется уже почти Яша у нас у Муна. Виномансер где-то отъехал. Ага, вот. Шачла с Дредом тут. Убили все-таки переборзевшего очень сильно Чеширского кота. И тут догоняют СМ-ку. Вешается крест, ставится торрент. Сейчас еще птичек должен сажать КСИ. Заезжает еще и корабль. Ну, тут просто Крейзи все, что можно, спустил в бедную СМ-ку. А вот сейчас, на самом деле, у КСИ могут быть огромные проблемы, потому что тут ФНГ-шка с Муном. Но нет, КСИ тут ушел в другую сторону. А вот у Крейзи... Нет, Крейзи поднимает у нас ФНГ-шку. Стрела попадает в КСИ. Санстрайк, Санстрайк по КСИ. КСИ успевает плюнуть, но... Мирана у нас слипается. Да, тут не очень хороший... Вот я говорил, что может быть стрела, и стрела просто прилетает в КСИ. Сажает он, кстати, птичек. Нексуса, наконец-таки, оставили фармить. Нет, Нексус не стал собирать себе... Мидас. Не пошел он по моде команды релаксов. Не стал он... Мидасировать крипцов. Решил он сразу пойти в линку. Купил себе ультимейт торп. Кунка, кстати, собирает у нас реген. Он юзает этот реген. Две секунды у него до корабля. Вешает он крест. Запускает корабль. Ставит еще и торрент. Весь прокаст приходится по чеширскому коту. Но чеширский кот получает там где-то 400 или 600 демеджа. И просто сквасся четвертого уровня. Он очень быстро регенится. Опять пытаются убить ту чеширского кота. Чеширский кот у нас отъезжает. Шачла делает и пал домой, потому что на нем висит все, что только можно. А Дредд просто завязал ульту и регенится как бешеный. Инвлокер уже настолько наглый за Иксце, что он просто со своими форс-спиритами идет фармить Эйншентов. И тут опять какой-то мув на топ от команды Пауэрэйнджерс. Майкуют они, что, мол, здесь вот может быть Нексус. Но Нексуса здесь уже давно нет. Нексус уже давно внизу. Нексус давно фармит. По крипам, кстати, Нексус отстает всего на 9 крипов. При том, что я еще раз говорю, что Мун стоял фактически на фрифарме. И мы видели, сколько тут вот времени напрягали Нексуса. Он не мог вообще бедным крипам подойти. Только там через Шикуча буквально пробегал. И проблема в том, что команде Релакс нужно забирать вышечки. Потому что команда Пауэрэйнджера забрала вышку здесь. Забрала вышку здесь. Ну вот, чуть я промазал. Вот тут вот. И еще и в Миду. То есть у них есть 3 вышки в копилке. Это достаточно много денег. А вот команда Релакс вообще тут даже вышка не похорошена. Мид там тоже буквально 400 хп потерял. И топ тоже вот буквально 150. Это очень мало. У Дреда, кстати, появляется ПТ. Есть у него уже медалька. Забрать он может инвизабилити. Да, забирает он инвиз. И сейчас может быть опять выход на Чеширского кота. У Чеширского кота нет ульта. Правда, есть у него поинт-бустер. Тут опять какая-то заруба. Шреддер убивает Сэмку. Но он не видит команду ПР. Или здесь... Видит команду... Видели, вернее, команду ПР. Убили. Больше никого не убили. Поставился Сентрик. И выход на Чеширского кота. У него до сих пор нет ульта. Нужно забирать. Тут забирает Дредд у Нексуса. Говорит, нет, говорит Игорь. Я тебе не отдам этот фраг. Он будет моим. Персеверанс, кстати, появляется уже у Пригоряна. Это очень хорошо для него. Буквально там... Сколько стоят рецепты на линку? 1300. Ну, буквально 600 копеек осталось Нексусу до линки. Правда, не знаю. Ну, в принципе, да. Спасает. Спасать будет от колбочки ЦМки. Там от стрелы, от всяких противных вот этих единичных скиллов. Хотя один единичный скилл у инвокера это... Этот... Как же он называется-то? Ё-моё, забыл. Колд снэп. Вот. Квас, квас, квас. Так что, в принципе... Ну, есть, есть от чего спасаться линкой. Ну, и не так много на самом деле. Тут много еще других... Мека почти есть у ФНГшки. У ЦМки. Тут только появился Болбрайсер. Хороший корабль. Нет, выталкивает ФНГшку, но корабль успел продамажить. Шашила туда кинул у нас Чакрам. Есть у него тоже, кстати, Персик. ЦМка тут, по-моему, зря зашла. Нет. По спине тут очень хорошо опять хлопнул. Крэйзи через криптов ФНГшки. ФНГшка очень быстро регенится за счет хэрдрески. Там 4 и 5 регенов в секунду. И тут уже команда Power Rangers начинает пушить Т2 по миду. Стрела от Муна не очень хорошая была. Дредд тут юзает ульт. Начинает... Кидает он стан в ЗХС. Но ЗХС себя выталкивает. Убивают... Нет, вышка убивает тут Форк Спирита. И Крэйзи вынужден отходить. Поймал стрелушек. Шачла поймает также Санстрайк. Поймает Гель и убивает тут Шачла. Еще и ФНГшка тут со злости просто кинул свой ульт. Разлом. Опять корабль от... У нас Крэйзи. Но корабль ни по кому вообще не попадает. Корабль Вардстайла. И стрела от Муна мимо. Но убивают Крэйзи. И в это время, кстати, Кси с Нексусом пытаются забрать вышку. Вот Мека появилась, Олдер Титана. Забрали Пауэрэнджер вторую вышку по миду. Делается сейв ТП. И Нексусу... У Нексуса, кстати, есть Ленка уже. Воу. При том, что его очень сильно прессовали. Сейчас бы еще какую-нибудь ПТшечку. И вообще было бы хорошо. Кси тут спрятался в лес. Орхид появляется у ЗАИКС. ФНГшка Мека Ботинок. Зачем он забрал, правда, дабл дэмэдж непонятно. Ну ладно. У Чеширского Кота, я так понимаю, выход в Аганим. Буквально тысяча ему остается до Аганима. И тогда вот этот поезд заново дамажить будет. Ну очень-очень больно. Так же Мидас, кстати, откатился у Чеширского Кота. И вот тут вот Крейзи на самом деле сейчас может очень сильно ошибиться. Если вот сейчас Чеширский Кот заметит. А вернее тут Крейзи замечает Чеширского Кота, но не подозревает, что... Нет. Почему-то команда Power Rangers вообще не идет в сейве Чеширского Кота. Чеширский Кот тут сам дерется. Из-за этого ноль. И команда Power Rangers просто продала своего опоздавшего игрока. Типа сказали, не, братюнь, ты, короче, на игру опоздал. Там гнев Дреда на нас и хороший Санстрайк от Зээксэ. Гнев Дреда на нас тут слил. И вот мы тебе... Тебя теперь сейвить вообще не будем. АПТ появляется у Инвокера. Давайте глянем графики. По графикам уже больше 7500 голды. Поэкспект, кстати, близится к нулю, что для 20-й минуты очень странно. Ну, даже не то, что странно. Просто это вообще как бы не разница. Там буквально... Давайте откроем ловла. Ну, тут Инвокер 14-й, Мирана 13-й, Веномайнсер 12-й. И дальше вот идет почти вся команда Релакс, кроме одного Кси, который имеет 8-й уровень. Можно, кстати, уже открыть, я думаю, Нетворс. Он будет поинтереснее. ТП-шится у нас Мун на топ. Что-то ему летит. Скорее всего, это Монта Стайл. Да, Монта летит уже Муну. Ну, а у Нексуса есть 1460, уже 1470. Купил бы он себе ПТ-шечку, чтобы быть еще плотнее. У Чеширского Кота появился уже Стафа Физридер. Остается ему вообще 500 голды до Аганима. Ставит он тут такие змейки, чтобы и с лесу к ним не подошли, и Кребцов можно было пострелять. А команда Релакс начинает пушить вышечку снизу. Ну, не очень, на самом деле, разноценный обмен получится, потому что они потеряют Т2. И не факт, что смогут запушить Т1. Ну, тут... Грейзи мыльным мечом шлепнул. Вышка вроде потеряла немного ХП. Да, и все-таки забирают у нас Кунка в вышечку. Тут... Два разных варда. Мун зарабатывает себе еще 50 копеек дополнительно на вардах. Что есть у Кси? Нет вообще ничего. Кси там что-то летит. Кси летит Мека. Ну, там, вернее, не Мека только. Или Мека. Я не успел посмотреть, сколько рецептов там было. Бладстоун появляется у Шачла. Не знаю, оправдано ли уже собирать Бладстоуна. 22-й минуте. Элдер Титан юзает регены. Команда Power Rangers заходит на Рошана. Форк Спиритами танкует у нас за Икс Сет. Тут же стоят Змейки Щирского Кота. Щирский Кот еще и не дает пройти. Тут вообще... Лотар только сейчас появляется у Крейзи. У Крейзи, кстати, прикольный такой Сет. Адмиральский. Шачла тут светит своим этим. Корабль запускает туда Крейзи. Рошан падает. Мирана все-таки забирает у нас Аегис. На Нексуса тут был выход. Нексусу сбили Линку. Шадоу, Стейкас от Патмы. Драка. Дредд тут очень сильно проседает. Даже при том, что он под ультой. Не заметил я продамажив. Дредд, Нексус уже умерли. Шачла сейчас, скорее всего, тоже отъедет. Если не задинается... Да, задинаился Шачла. И это Драка 3 в 0. В пользу команды Power Rangers. И... Как бы я не топил за Дредда, но... Что-то тут команда Релакс как-то не очень уверенно играет. У Кси все-таки появляется Мека. Тут есть уже... Вернее, не уже, а... Аегис у Патмы. И теперь они... Это, скорее всего, минус либо Т3, либо вообще мид. Но тут уже, мне кажется, пока вышку снесут... Нет, к сожалению... Нет, есть глиф, это я на Муна смотрел. Был глиф, да. И даже вышку, возможно, не потеряют. Шачла тут уже начинает с Крэйзи просто... Раскидываться стрел... Скилами стрела приходится просто в Крэйзи, который был в лотаре. Это вообще, по-моему, эпик. Так, что-то, мне кажется, я забыл глянуть на микрофон, который включен. Но он включен, поэтому все нормально. Так... Вивер убивает у нас Элдер Титана. Нексус делает таймлапс. И, в принципе, вроде бы команда... Релакс отколупалась тут. Но почему-то Шачла не стал догонять. А, нет, вот Нексус все, начал... Преследование, но... Нет, опять... И Патму убивают, сбивают у нее Егис. Дреда сейчас, к сожалению, нет Стана. Корабль тоже... Нет, корабль все-таки попадает по ЗАХС. ЗАХС тоже тут умирает. Сэмка начинала кастовать Новый Год. Но Новый Год... Эээ... Слишком мало ХП у нее было, чтобы полностью его вкантовать, вкантовать. И начинается погоня. Пытались сбить. И тут крейзи... Дабл дэмэдж у Муна. И вот сейчас он будет отпеваться. Разлом убивает Нексусов и НГшка. Правда, подстанет уже никого. Дредд тут начинает заряжать. Ну, развернись же, скинь, Дредд. Даггер у Дредда. И... Дредд! Как так? Братишка, что такое? Почему ты блинкнулся в замес и не скинул? Психанул, пишет Дредд. Ну, Дредд, успокойся, все нормально. Я, кстати, не заметил вот этот момент, что у Дредда появился даггер, но... Ворвался он с даггера в замес. И... Почему-то так и не скинул стан, застанился сам. И его просто забрали. И все-таки, скорее всего, потеряют мид команды Релакс. Тут под мид дабл дэмэдж. Еще и... Монта. Вот, правильно делает Мун. Пытается забрать он сперва рейнджевой барак, который не регенится. Но, в принципе, можно было и начинать и с милишного, потому что... Тут 14 секунд не будет Дредда. Там не было Нексуса, не было Крейзи. И... Мид теряет команда Релакс. Не очень это для них хорошо. Нексус пытался задинаить просто. Бедный Джейфо его просто разорвало. Все, что можно, в него спустили. И сейчас будет погоня. Айсволл ложит за Иксц. Курица! Нет, к сожалению, сплэш по курице не проходит. ФНГшку садят на крест. Ставятся сентрики. ФНГшка тоже отъезжает, но... И Куру еще теряет. Все-таки кто-то убил курицу. Был ли это Дредд, непонятно. Индвиз юзает у нас Виномайсера. А Зэксц тут, кстати, уже фармит. Есть у него... Две девятьсот. С крипами тут Шачла просто моментально разбирается. У Шачла, кстати, уже одиннадцать зарядов в Бладстоуне. Был я неправ. Все-таки оправдал он свой Бладстоун. В том, что много умирал. Так, стрела у нас заезжает по Дредду. У Дредда нет ульта. Вешается на него гель. Санстрайк. Ну, Дредд тут, скорее всего... Да, даже не, скорее всего, Дредд поехал. Слишком много дэмэджа вливает под Мау же. Там еще и Санстрайк с макшенным экзортом. Там 475 дэмэджа. Причем это пьюр дэмэдж. Крипов там рядом не было. И у Дредда не так-то много хп и было. Фейнгэшка психанул и решил взять гем против Виллера. Нексус сломал с Крэйзи еще и топ у нас. ПТшечка у него есть. 2600 сверху. По графикам давайте глянем. Вот Экспа просто. Мы теряем его. Тут реально какая-то кардиограмма непонятная. Ну, Экспа в нуле. Буквально там сотка перевес в пользу Power Rangers. По голде, правда, все так же 7500. Ну, в принципе, 7500 это не так-то и много. Это приблизительно вот, не знаю, тот же Монтостайл и еще там какой-нибудь брейсерок и урна. У ЦМки. То есть это не особо большой разрыв. Но вот то, что у команды Релакс нету мида, вот это на самом деле плоховато для них. Санова почему-то кричит тут Патма. Ну, видимо, потому что стрела пришла по крипу. БКБ появляется у Шачла. Даггер появляется у Зэксц. Теперь из Зэксц такой будет Врыватель-Убиватель Инвокер. И последняя Т2, кстати, падает у команды Релакс. И... нет, да. Рип Т2 Тауэр нанесу. Алхимик тут очень хорошо Дредд врывается. Но Дредда тут просто все, что можно, влетело. БКБ проезжал у нас Шачла. Убивает он почти Виномайнсера. Виномайнсер успел разлетиться, все же умирает. ЦМка кастует Новый Год, но ЦМка... Нет, ЦМка не отъехала. У нее... Ульта Нексуса убивают. Кси... Кси добивает все-таки ЦМку. Но Кси, скорее всего, сам умрет. Да, ФНГшка даблкил. И байбэк от Дредда. Дредд опять психанул. Очень-очень хорошо дал Мун свой Moonlight Shadow. Просто спрятал ЦМку. Дредд опять врывается на Муна. Тут же Шачла, но очень хорошо станет ФНГшка. Правда, Шачла не попадает под этот. И ФНГшка сейчас будет стопить Шачла. Дредд опять бежит. Через секунду у него буквально будет стан. Уже заряжает Дредд. Есть у него даггер. Блинкается он. И опять... Нет, Монтой пытался сбить Мун, но не вовремя. Юзанул Монту и Дредд... А, Кси птичками убивает у нас Муна. И Кси получает просто тысячу... Если кто не успел заметить... 1-2-2-8, ребят. Так что Кси у нас заядлый, видимо, 2-2-8, чувак. Тут 3-2-2, видимо, не канает для Кси. Так, и смотрим. Ну, там по графикам должен... Ну, в принципе, сейчас-то ничего не будет. Через минутку, наверное, где-то графики обновятся. Аганим и Вейл оф Дискорд уже есть у Чеширского кота. Просто терребл-терребл. Мэджик дэмэдж от него будет исходить. А учитывая, что там еще, не дай бог, зайдет туда про каст инвокера. Там, с Макшиным Экзортом, там, тот же Метеорит будет падать. Ну, очень больно. И кто тут еще? Сэмочка там тоже с Новым Годом, со всей своей грязью. И этот Вейл оф Дискорд на самом деле очень даже оправдан. Ну, очень больно будет команде Релакс. Ну, правда, БКБ есть уже у Шачла. И Нексус, скорее всего, будет от МКБ. Не думаю я, что у Нексуса остальные двойные. Соберет он себе Рапиру. Хотя, все возможно. Дредд имеет 1150 Капуни. Наверное, тоже бы им было бы целесообразно собрать себе БКБ. Чтобы вот так вот с даггера врываться. И Рошан, кстати, вот мне подсказывает. Дотка респаунится через 2 минутки. И надеюсь я увидеть очень интересную, хорошую драку тут на Рошане. Потому что Релаксом этого Рошана отдавать нельзя вообще. Если они отдадут этого Рошана, то шансов у них останется очень мало. У Крэйзи, кстати, появились криты. Так, а куда потратил свою 1100... Вернее, 1228 у нас Кси. Кси начал собирать Аганим. И остается ему буквально 870 монеток до Аганима. Будет 3 птички. И, воу, откуда тут столько спаунов? И Дредда, правда, закончился ульт. Но бросил он тучку. Тучка, кстати, замакшенная. Там иншенты горят. Тут Кси еще помогает птичками. Крэйзи также приходит. Сейчас даст одну тычку. Просто весь фарм у Дредда заберет. Дредд такой, да блин, братю, мне на что-то не хватает там. Буквально чуть-чуть оставь Кребца. Так, смотрим. У Муна тоже есть БКБ 9-секундная. Крэйзи очень вовремя успел уйти в Лотар. Подматут, блинкается у нас в толпу Кребцов. Иззайд Старфол. И команда Джейфо пытается зайти по миду. Ну, Нексус тут уже ушел. Потрачен у нас разлом. Потрачена была стрела. И Крэйзи просто могучий своей тычкой мыльного меча повесил. Тут Кси пытается обороняться от мега-крипов по миду. А Шачлок, кстати, есть у него ТП. Есть у него 14 зарядов в Блотстоуне. Есть у него уже Плайтмейл. Он пытается спушить Т2. Потому что тут есть Катапульта. С Катапультой вышечка должна падать в разы проще. И вот Шачла под там реактив армором. Просто 27 армора у Шачла. И пойдет он на Т3, что ли? Ну, так. Здесь у чешистского кота нет ТП. Здесь нет ТП. Есть ТПшка только у Джейфо. Есть у Муна ТП. А где пятый? ФНГшка, ФНГшка. У ФНГшки тоже есть ТП. Поднимает он себя в ЕУ. Спас от Торрента тем самым. По Муну приходится станчик Дреда. Дред хорошо там в Муна спустил. И Крэйзи просто царь увернулся от стрелы. И на самом деле, если бы в Крэйзи попала стрела, то очень бы неприятно было бы команде Релакс. Потому что... Нет. Так. Тут Мун уже, кстати, улетел вниз. Пропустил этот момент. Шачла ТПшка тоже на базу. Будет он теперь дефать. Есть у него 9-секундная БКБ. Пытаются тут кого-то догнать Дред с Нексусом. Но никого уже не догоняют. Потому что вся команда либо ушла, либо сделала ТП-ауты. И... Форстав, Даггер, Орхид. БКБ появляется у Инвокера. Вместо Нул Талисманщика, скорее всего, будет это БКБ. У Мираны тоже появляется Демон Эйдж. Нексус. Да, как я и говорил, что у Нексуса нет стальных двойных. Не будет он рисковать. Потому что игра, в принципе, еще не проиграна. Релаксы умеют затягивать и выигрывать. Все это знают. Правда, тогда у них огромная куча Медаса в команде. Сейчас я, кстати, ни одного Медаса у команды Релакс не наблюдаю. И стрела... Шачла. Молодец. Увернулся тут. Пяти балочки. Пытает... Да, прочекал тут еще он Рошана. Дредд опять пытается отпулить Кребцов. Но не получается у него. Это слишком поздно. Шачла. Куда? А, вот во вражеский лес. Тут на самом деле есть ЦМ. Комун юзает у нас руну Инвиза и Торрент. Кси поднимают в ЕУ. Станет очень хорошо Кси ФНГшка. Стрела! Стрела! Нет, стрела не попадает уже по Кси. Корабль тоже пролетает мимо. Все что-то ульты тут мимо. Дредд начинает заряжать. Кси скорее всего отъедет. Да, Кси отъехал. Дредд отбаленковывается. Взрывается он. И максимальный стан. И как бы сейчас на самом деле Дредд не отбросил копыта. Нет, Дредд убегает. Кси отъехал. Кси отъехал. И Огреклаб появляется в Чешистского кота. Будет тоже, наверное, БКБ. Хотя это может быть и Алибарда. Вполне. Торрент там Крэйзи у нас не попадает ни по кому. Чешистский кот тут спрятался. Вьюл поднимает он у нас Крэйзи. Станет его. Вешает на него. Орчит. Но птички Кси тут... Нет, все-таки скорее всего... Нет. Влатар ушел. Крэйзи. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо разультирся Чешистский кот. Корабль ни по кому не попадает. Дредд... Нет, Дредд умирает. Тут у Муно уже слишком много дэмэджа. И это размен 2 в 1. Два саппорта команды Пауэрэнджис отъехали. Команда Релакт потеряла только одного Дредда и потеряла Т3. И тут ФНГшка уже улетел вниз. Кстати, до сих пор у него есть гем. У Нексуса. Нексус просто топ-фармер. У него уже 3000. Так, на Творце уже тоже, наверное, интересны. Давайте откроем бэйбэк статус. И по графикам там... Экспа уже в пользу команды Релакс. 2000. По голде они сумели отбить преимущество 2.25. И вот что я и говорил. Этого Рошана отдавать Релаксом нельзя. И они... Пошли на Рошана. Тут Форспиритом, правда, палец за XC. Крейзи тут леща дает одного-второго обоим иллюзиям под мы. И Рошана потеряли ПР. Нексус забирает у нас Аегис. Травала появляется. Нет, почему-то ФНГшка не стал собирать БКБ. Купил себе травала. Шива появляется у Шачла. Но вот главная проблема команды Пауэрэнджерс, то в принципе, как такового лейта у них нет. Есть эта Мирана, у которой типа много дэмэджа. Но все-таки против Вивера и против того же Кунькевича это не керри вообще практически. Ну, лично я так считаю. У вас, конечно, может быть другое мнение. Но все-таки Вивер там со своей лютой живучестью, с этими Шикучами, с этим Таймлапсом, а еще и с Аегисом, так это вообще борода просто. Сколько раз он может умереть практически и выжить так. Тут команда Релакс бегает в смокках по лесу. Нексус уже просто начал фармить вражеский лес. Дредд тут Ксип тоже подфармливает. Крейзи тут убивает. Так, и теперь будет ли ответный Смоук? Нет, Смоука нет. Но просто команда Пауэрэнджерс начинает перетягиваться в свой лес. Шачла тут, кстати, нету с ними. У Шачла тоже появились Тревела. Чистерский Код улетает тоже на базу. Что? Большие криты, вот я пропустил вот этот момент, появились у Крейзи. У Дредда, у Дредда ничего не появилось. У Нексуса тоже все еще 3900. БКБ появляется у Цемки. Теперь сможет она вкастовать Новый Год по полной. У Цемки. Воу, вот этот с нового этого, с Фросси, у Сундука, у Джейфо. Такая няшная Цемочка. Дредд тут пытается себе какую-то Капуню нафармить. Если, да, есть у него уже Гривус Грид 16 уровня Дредд. Есть у него Гривус Грид. Так что фармить ему станет в разы проще. Что там есть у Кси? У Кси уже есть Аганим. Это очень хорошо. Ну да, видел я в замесе Треветтички. Просто не сконцентрировал на этом внимания. Есть Мека. Будет ли что-то еще? Есть у него уже 1000 сверху. Может оставить он на байбэк. В принципе себе. Вот видим, что байбэк есть у Нексуса, у Крейзи и у... Почему? А, Кси 38 голды не хватает. Ну да, тут Reliable, Unreliable голд. Хаступ отбирает Кунка. И вот на самом деле теперь у команды Power Rangers есть энная проблема. Как теперь заходить? То есть они снесли вроде одну сторону. Но теперь есть Шачла, который в принципе своим вот этим Чакрамом может отпушивать крипов вообще спокойно. Потому что у него 15 зарядов в Бладстоуне. На ману ему вообще в принципе все равно. Есть Дредд, который теперь может кидать этот Асид Спрей. И там тот же вот этот Чакрам будет заходить настолько больно. А Егису, кстати, осталось всего 3 минутки. Нексус никак не смог его реализовать. Форстав появляется у ФНГшки. По графикам в ноль вообще спустились команды. Ой-ой-ой. Почему-то поехала камера. Абсолютный ноль. Буквально там... Нет, ну 400-300, короче, голды разницы. Но это вообще не разница. И по XP релаксы уже выигрывают больше 4000. Это вообще-то... Ой-ой-ой. Крейзи. 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 Ох, как все больно заходит от Чешистского Кота. Корабль тут пытается закинуть Крейзи. И... Нет. Элдер Титан каким-то образом убил все-таки Крейзи. Крейзи давал у нас Ghost Ship. Но, к сожалению, не помогло ему это уйти. Цемочка делает ТП на базу, потому что тут Шачла уже веселится. И... Нет. Цемка отминула, кстати, ТП. Тут Смоук юзает на ZXC и J4. БКБ появляется у Дреда. БКБ появляется у Нексуса. Думаю, так, падает у нас Т3 здесь. Выкупается у нас Крейзи. Нет, есть у него корабль. Санстрайк просто по-троим. Но там дэмэджа немного, так как он делится на троих. И... Команда Power Rangers, я так думаю, вынуждена будет отходить. Опять отколупались релаксы. Летит Виномайнсер вниз пушить. Ну, вот этот Виномайнсер с траволами. Это очень противная вещь. Он просто... Виномайнсер и так сам по себе пушер неплохой. А когда у него есть травола, прилетай куда хочешь. Пуш где хочешь. БКБ, кстати, очень скоро. Ну, в принципе, уже есть БКБ, да. Только я сказал, БКБ очень скоро. Как БКБ появляется у Чеширского Кота. Шачла тоже, кстати, приобрел. Нет. Гем купил у Кси, но отдал его Шачла. И... Нексус. Уже сверх БКБ опять имеет 2000. Чё-то маякует тут кто-то... А, ФНГшка тут маяковал. Типа, поставьте здесь вард. Крейзи. Крейзи. Как бы ты сейчас не загулял, дружище. Поднимают его в стан. Станет. Крейзи. Тут же гель. И опять Крейзи. Отъехал. Ну, вот. Рисково вот тут вот на самом деле фармить. Не имея вообще никакого вижена. Тут вроде как бы и стоит вард. Но сюда зашел ФНГшка в инвизе. Вард этот потому что... Ну, буквально... Не знаю, достает ли он до... Дает ли, вернее. Достает, то он точно достает. Нет. Вот видите, буквально... Буквально вот так вот, чуть-чуть совсем там, писечки не хватает в варду, чтобы полить руну. И команда Power Rangers заходит на бараки снизу. Бараки очень быстро падают. Почему не проюзали глифт? Команда Relax вообще непонятно. Потому что команда Relax тут сплит пушит. И на дефе один дред. Это опять сейчас будет размен какими-то тронами, вероятно. Потому что все бараки, все бараки падают у релаксов. Дредд опять взрывается. Нет, Дредд успевает проезжать БКБ. Также с Дэксс езжает БКБ. Виномайсер тоже езжает БКБ. Шива умира... А, нет, Кунки еще до сих пор нет. Нет у него байбэка. Дредд стоит в стане. Виномайсер... Ой, Виномайсер, говорю. Виномайсер у нас ушел вообще. И Кси... Кси... Кси выживает. У Нексуса нет таймлапса, но есть у него еще линка. Мун тут просто ломает бараки. И теперь... Корабль! Корабль! Опять ни по кому не попадает к Рейзи. Гем, кстати, валяется. Три, четыре. Остался один за Икс-С. И на самом деле вот потеряли бараки. Ну, один барак, вернее, рейнджевой. По топу. Ой, по низу, вернее. Команда Power Rangers потеряла четырех игроков. Но у команды Релакс теперь положение вообще не завидное. Бараков у них нет вообще. И теперь нужно пользоваться моментом. Им нужно было, наверное, просто собраться пятером по миду. Или в четвером. Оставить Дреда одного. До тех пор, пока он респаунится. И идти просто ломать мид. Но на миду тут есть Т2. Да. В общем, провал какой-то. 18 уже зарядов у Шачла. Пытается он как-то спушить. Но толстых крипов, вот этих мега-милли крипов пушить не очень удобно. Барабаны появляются у Крейзи. Тоже какие-то тайминговые барабаны на 44-й минуте. Я не знаю, как команды будут играть Best of 3, если не дай бог это будет Best of 3. Потому что, сколько я знаю, там в 9 часов у команды Релакс Этсо Кап. Договорятся, может, опять о переносе. Нексус тут юзает БКБ. Пытается он нарезать ФНГшку. Но ФНГшка уже слишком толстый. Тут все даже толстые. Даже ЦМка уже 1400 хп почти имеет. И Рошан. Нету Рошана еще. Нексус забирает ДД. Будет сейчас зафармливать вот этих... Ancient Rumble Hide какие-то. Ну, короче, какие-то дракошки непонятные. Или что-то, черепашки какие-то. Черт пойми, что это. Я, вот, честно, ребят, русскую доту видел. Вот, буквально первый месяц, как установил ее себе. Потом мне вот эти все более чем богоподобен и прочая ересь там... Какой там сатир-призыватель или... Там троллька еще какой-то. Это все надоело. Я просто решил поставить себе английский вариант. Ну, в английском я более-менее шарю. Поэтому даже описание скиллов могу спокойно читать. Мне, в принципе, это ничем не мешает. И... Шачла тут опять воюет с вратами Виномайсера. Опять вспомнил он начало игры. Ну, у Шачла уже есть 5000. По голде все так же 0. По XP просто команда Релакс уже вырывается на 10 тысяч вперед. Давайте глянем уров... Нет, уровни. Да, вот, видно, что Nexus Шачла уже 22 уровня. Дальше идут три игрока команды PR. Дальше идут Dread с Crazy. И в самом низу где-то затерялся бедненький Xe. Но, тем не менее, он не отстает от J4 и FNG-шки. Даже не знаю, какой вам график уже включить. Наверное, поставлю-ка байбеки. Байбеки на этом отрезке времени уже будут более полезны. Дредд... Дредд фармит. И как бы... Так, прилетает Виномайсер. Но Дредд делает даггераут. Элайз Дисапир крикнул у нас Мун. Но опять вся команда Релакс тут разбегается, разлетается. Барабаны потратил Crazy. И сейчас спадет. Вот вешается крест на FNG-шку. Стрела в Нексуса! Вай, вай, вай! Нексус таймлапс! Таймлапс! Успел Нексус провязать БКБ. Успел сделать таймлапс. Но все-таки уходит на 200 хп. Крейзи тут опять встрет. Дредд очень хорошо дает стан по двоим. Тут разлом станется Дредд. Но нет, Дредд успевает завязать БКБ. Птичек теряет Кси. Кси сам где-то дерется. Есть у него плевок. И умирает все-таки Крейзи. Умирает Дредд. Шачла сейчас тоже отъедет. Ну, это скорее всего ГГ. Go Next, пишет Кси. Да, поздравляем команду Power Rangers с первой победой. Ну, вернее, с первой победой в серии. Чтобы вы ничего не подумали. Power Rangers очень хорошая команда. Как бы я не топил за Дредда. Так, ну и сейчас, ребят, буквально 5-минутная там музыкальная пауза. Я отойду. И мы продолжим. Надеюсь, вам было очень интересно. Так, пока я поставлю... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!